Горький мёд, сладкий кэш. Рынок мёда в Украине с каждым годом бьёт всё новые и новые рекорды. Постепенно наша страна становится ведущим экспортером мёда в Европейский Союз. За последние 10 лет объёмы вывезенного за границу мёда выросли в целых 7 раз. Поэтому заниматься этим сладким бизнесом хотят всё больше и больше компаний. Но работать качественно могут далеко не все. Поэтому на мёде уже научились неплохо зарабатывать, придумывая всё новые и новые схемы. Но больше всего проблем с мёдом на внутреннем рынке. Ведь проконтролировать каждого продавца на безопасность его продукции фактически нереально. Как же отличить натуральный мёд от подделки и не купить вместо полезного продукта отраву? Об этом смотрим далее. Все знают, что самые популярные виды контрабанды в Украине – это сигареты и янтарь. Но в последнее время всё богаче становятся контрабандисты, которые занимаются мёдом. Сладкая контрабанда. Вот так в погоне за сладкой прибылью контрабандисты пытаются провозить мёд через украинскую границу. Этот мужчина пытался вывезти в соседнюю Россию полтонны мёда. А на этом видео украинские пограничники задержали троих украинцев и пятерых россиян, которые пытались доставить в Россию целую тонну мёда. Сладкий товар они расфасовывали по пакетам, чтобы было удобнее его транспортировать. И с каждым годом медовый бизнес притягивает всё больше и больше желающих на этом заработать. На пятом месте – это достаточно значительная позиция. Щелёжно Украина вырубляет порядка 70-75 тысяч тонн, в зависимости от сезона, в зависимости от умов. До половины из значенных опций мы экспортуем. И если на экспорт работают большие и серьёзные компании, то на внутреннем рынке – это пчеловоды-энтузиасты. И просто любители своего дела. Давайте до этого улика подивимся. Завдяки, что вы пришли, то я хоть до улики подивлюсь, потому что холодно, то я не дивился. Это пасечник Юрий Авдиенко. В медовом деле он далеко не новичок. Юрий занимается пасекой и пчёлами уже больше 35 лет. Сколько ульев у него в хозяйстве, говорит, и сам не помнит. Уже, как за сотню заваливает, пасечник уже их не рахует. Здесь, на пасеке, в 150 километрах от Киева, у Юрия больше сотни ульев. Вот видите, бджоли. Это в уликах бджоли. И я... Отходим, отходим. Не любят, когда в холодный период до них дивляться. Мёд для пасечника не просто работа и хобби. Это и главная еда в доме. Юрий может есть мёд ложками. Вы сколько меду съедаете в риг? В риг не рахую, но... Бывало такое, что за день съедал пів литра меду. Юрий один из тех пасечников, который продаёт свой мёд в Украине. Но многие, у кого есть деньги на все необходимые процедуры, вовсю экспортируют мёд за границу. У нас в реестре экспортеров близко 170 компаний, которые имеют возможность экспортировать. Третья экспорта припадает на краю Европейского Союза. Всё-таки европейские краины, как Бельгия, Болгария, Испания, Литва, Німеччина, Франция, США, Туреччина, Япония. Большие компании-экспортеры в большинстве случаев работают в связке с обычными пасечниками, у которых и закупают товар. Весь мёд они обязаны проверить в лабораториях на безопасность. И только после этого тонны сладкого продукта вывозят за границу. Но не все экспортеры хотят работать по-честному. В погоне за прибылью в ход идут любые схемы, чтобы заработать больше. Ценами сейчас отбивается бардак. Мёд упал из півтора доллара. Сегодня он один доллар. За что? За килограмм. Юрий уверен, что цены сознательно занижают, чтобы купить мёд подешевле, а потом продать его за границу с неплохим наваром. Некоторые перекупщики придумали ещё одну очень интересную схему. Как купить мёд ещё дешевле. Деякие заготовщики просто кажут, что у вас у медовий антибіотик. И цена на такой мед упала шейнейше. От 18 гривень за килограмм. Кто говорит неправду? Говорят неправду. Анализы на антибиотики в мёде очень затратные. И не все пасечники могут себе это позволить. Поэтому многие просто верят, что в их мёде действительно нашли запретные вещества. И продают мёд по дешевке. Перекупщики частину мёду скуповывают как с антибиотиками. На самом деле, цей мёд без антибиотиков. Они его скуповывают и продают на зовнішний рынок как чистый мед. Антибиотики действительно могут быть в мёде. Ведь пчёлы болеют так же, как и люди. И часто в аптеках продаётся контрафактная продукция. Некоторые лекарства для пчёл могут оказаться с антибиотиками. А это в медовом деле табу. И если вы думаете, что мёд с антибиотиками утилизируют, ошибаетесь. Интернет просто пестрит объявлениями «куплю мёд с антибиотиками». И это не просто так. Те, что с антибиотиками, продаётся на внутреннем рынке. Вот такая схема. Чтобы продать свои товары, сами пасечники идут на хитрости. Например, растапливают мёд, чтобы его больше брали. О других нечестных схемах на внутреннем рынке мёда в Украине смотрите на следующую неделю. Мы проведём свой рейд киевскими магазинами и рынками. Не пропустите!